В минувшие выходные в старинной деревне Ложголова Сланцевского района состоялись большие святочные гуляния. Это ежегодный фестиваль русской праздничной культуры 19 века, который проводится на территории нашего района уже в третий раз. Фестиваль входит в цикл «Съезжий праздник под Петербургом», целью которого является пробуждение интереса к истории и культуре России, популяризация русских традиций и ценностей, а также укрепление семьи и развитие внутреннего туризма и сельских территорий. Это невероятный праздник, который показывает народную культуру и мы стараемся держаться в формате реконструкции, показать конец 19 века, но на самом деле этот праздник абсолютно живой, современный, актуальный и люди с большим удовольствием принимают участие в календовании и в гаданиях и в разных других святочных развлечениях. Сегодня у нас больше 200 гостей из Санкт-Петербурга и больше 100 человек участников. Это фольклорные коллективы, мастера и торговцы с разных сел, городов и деревень. И даже из Новгорода сегодня у нас есть гости. И вот после сбора всех участников и гостей мероприятия запланированные горячие приключения посреди крещенских морозов начались на площади перед сельским домом культуры, где самые активные от мала до велика сразу бросились в веселый пляс и закружились в хороводах. А по-настоящему окунуться в сказочную атмосферу русского народного праздника помогли фольклорные ансамбли и коллективы. Почему мы в деревне Ложголова? Потому что деревня очень гостеприимна, здесь очень красиво. Здесь есть все для того, чтобы проводить фестивали такого формата. И эта деревня, я уверена, очень интересна нашим гостям, потому что каждый здесь может найти что-то интересное для себя. Здесь есть и красивые заснеженные пейзажи, и старинная деревянная архитектура, и дома, которым больше 200 лет, и церковь уникальная. И самое главное, конечно, это гостеприимные, доброжелательные люди, которые здесь живут. После торжественного открытия фестиваля все желающие, разделившись на команды вместе с фольклорными коллективами, пошли по деревенским домам собирать щедрую колледу. Мужики вставали, ой, калюта, как пары тачили, ой, калюта. Хозяева дома! А кто не даст пирога, мы корову за рога! А кто не даст пышку, свинюшу за пышку! А кто не даст хлеба, стащит печки дерева! А кто не даст лобку, стащит печки бабку! Ну вот, смотрите, у нас девчонки стоят, мальчишки. У вас корзиночка такая красивая. Да, у нас есть корзиночки. У меня тоже корзиночка, пусть она будет у вас с чем-то. В итоге, больше всех даров собрали опытные и неповторимые три пингвина. У нас есть прекрасная традиция всем быть вместе. Это я, Алена, Евгений и Арсений. Но у нас еще есть прекрасная подружка, Люба. Поэтому мы три пингвина, но у нас сегодня четверо. А на калейдовании у нас было аж 30-333 пингвина. Поэтому мы и выиграли. Ну и, конечно же, на мероприятии все желающие смогли принять участие в разнообразных мастер-классах, задорных народных играх и забавах. А также познакомиться с необычными персонажами. В целом, горячие гуляния посреди русской зимы не оставили никого равнодушными. Фестиваль растет, развивается, становится больше участников, становится больше гостей. Ну вот сегодня впервые у нас на праздник к нам приехали наши друзья соколиные охотники и показали шоу хищных птиц. То есть, ну, раньше такого не было. И, в общем-то, мы немножко тут выходим за рамки именно вот святочных развлечений. Ну, просто хотелось тоже их показать и показать им это место, потому что тоже повод сюда приехать. Ну, ты можешь, здесь в ложеголове находится охотничья база, вполне возможно, что летом устроим настоящую соколиную охоту. Почему нет? И сегодня вот на завершение будет такое еще более... То есть, обычно мы заканчиваем огненными потехами, да, в темное время суток. В деревне это все красиво смотрится. Но вот сегодня будет у нас в три раза больше людей участвовать в этих огненных потехах. Это будет, значит, в три раза зрелищнее, в три раза интереснее, чем в прошлом году. Представьте, что... Продолжение следует...